Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Мы должны найти свои корни, сколько можно быть разбросанным по миру. Вице-спикер Национального собрания Республики Западной Армении Симон Тарунян. Знакомимся с Западной Арменией. Тайк. Движение по Бердзорской дороге должно быть восстановлено. Комиссар Совета Европы по правам человека. Советник по национальной безопасности США Салибан призвал полностью восстановить свободное передвижение по Бердзорской дороге. С праздником Солнца! Рождение Величественного Михра. Сегодня день рождения основателя Асала Гургена Яникяна. Вортанг Кармир. Краска Армянского Нагоря. В ходе научной конференции вызовы Западной Армении, организованной Национальным собранием Западной Армении, вице-спикер Национального собрания Симон Тарунян в своем выступлении, в частности, отметил. Мы все армяне, независимо от религиозной и партийной принадлежности. Осуществленный противоармян геноцид начался не в 1915 году. Он начался с того момента, когда наша родина была аннексирована и начался процесс ассимиляции. Мы, армяне, с трудом объединяемся и становимся как одно целое. Нас все любят, так как мы постоянно всем дарим благо, не получив ничего взамен. Кто решает принадлежность армянина в зависимости от религии и чего-то еще, это делается только для пропаганды. Мы должны найти свои корни на территории своей родины, где на протяжении тысячелетий были коренными жителями. Но до сегодняшнего дня продолжаем покидать родину, предпочитая отчуждение. Тайк был 14-й провинцией Великой Армении. Имя Тайк древнее и имеет этническое происхождение. На рубеже 4-го и 3-го тысячелетий н.э. предки, живущие в тайском крае, называли родину Тихайк, то есть Мецхайк. В дальнейшем Тихайк сменил звучание и стал называться Тайк. Первые сведения о Тайке сообщил Ксенофонд. Тайк при Арташесе I был присоединен к армянскому царству Великого Айка. После присоединения к Великому Айку Тайк оставался в его составе до периода арабского правления. В 4-х-8 веках Тайком правили мамиконяны. Когда с конца 8 века мамиконяны потеряли свою политическую силу, их поместья в Тайке перешли к Багратуни. Тайк всегда был одной из территорий армянской государственности. Он упоминается в ассирийских и урарских надписях под названием «Даяен» и «Дияухи». Тайк – очень горная и лесистая страна, распространялась в средних течениях правых притоков Чороха. По турецко-персидскому договору 1590 года Тайк перешел к Османской империи. В 17-18 веках армяно-халкидонское население Тайка подверглось насильственной исламизации, в то время как апостольское армянство страны, как свидетельствует автор 17 века Иаков Карницы, сумел сохранить христианскую веру. В 1918-20-е годы часть Тайка перешла в Восточной Армении. Однако после оккупации этих территорий Турции местные армяне подверглись резне и насилию со стороны Турции. Выжившие эмигрировали на Южный Кавказ. Движение по Бердзорской дороге должно быть немедленно восстановлено, чтобы предотвратить ухудшение гуманитарной ситуации в Арцахе. С таким заявлением выступила комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович. Миятович отметила, что внимательно следит за ситуацией вокруг Арцаха после перекрытия дороги через Бердзорский район. Нынешняя ситуация еще раз показывает важность обеспечения свободного и беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи и международным миссиям по правам человека на всех территориях для всех народов, в том числе проживающих в Арцахе. Завершая свою речь, Миятович добавила, что будучи комиссаром по правам человека, продолжит внимательно следить за ситуацией о правах человека в Арцахе и готова участвовать в шагах по преодолению вызовов. США обеспокоены препятствием передвижения по Бердзорскому коридору и призывают к полному восстановлению движения. Как передает Армепресс, об этом сообщил Белый дом. 22 декабря после состоявшегося от телефонного разговора советника по национальной безопасности Соединенных Штатов Джейка Салливана с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григорианом и начальником управления внешних отношений администрации президента Азербайджана Химкеттем Гаджиевым, в ходе разговора они подвели итоги процесса о мирных переговорах после их совместной встречи в Вашингтоне 27 сентября. Все подтвердили свою приверженность переговорному процессу. Господин Салливан констатирует, что на данный момент мы по-прежнему обеспокоены препятствиями передвижения в Лачинском коридоре и гуманитарными последствиями, которые усугубляются этой ситуацией и призвал полностью восстановить свободное передвижение. Согласно календарю Михра, сегодня день Гешеравар месяца Арац, самая длинная ночь в году, после которой уже завтра считается днем Арега месяца Мехайкан, день рождения Арег Михра. Согласно календарю храма, это объяснение рождения Михра основано на точных астрономических расчетах. Согласно священно-традиционному армянскому календарю, рождение Михра Барепара празднуется в месяце Мегана в день Михра 23 декабря. День рождения Михра называется Аревагал и считается одним из основных праздников. С этого дня продолжительность дня увеличивается до 21 марта дня и месяца Арега. В Новый год Пасху продолжительность дня превышает продолжительность ночи. Ареваг также считается праздником новорожденных детей. Рожденных в этом году благословляют, посыпают головы сухофруктами и изюмом, радуясь самой длинной ночью в году до восхода солнца, когда родится Арег Михр. С этого дня семена начинают прорастать в чреве земли и на Новый год Пасху из земли проявляются первые ростки. С наступающим праздником всех Айказун Аревортинер с рождения величественного Михра. Пусть животворящее пламя Михра будет ярким в сердцах и семьях всех вас. Курм Арут Аракелян. 1 марта 1984 года Нью-Йорк Таймс сообщил вкратце новость под названием «Заключенный армянин скончался». Армянский писатель и инженер Гурген Меркертыч Яникян, который в 1973 году убил двух турецких консулов в Калифорнии, умер в тюрьме своей смертью в понедельник. Гурген Яникян, армянский писатель и инженер, герой армянской освободительной борьбы, родился 24 декабря 1895 года в Карине, Западной Армении. Умер 27 марта 1984 года в Калифорнии. Очевидец геноцида, совершенного против армян. Учился в Московском университете, впоследствии обосновался в США, где был признан англоязычным писателем и достоин премии Марка Твена. В 77-летнем возрасте убил консула и вице-консула Турции в США, требовал справедливости за геноцид, совершенный против армян. В суде выступил против турецкого отрицания и защищал идею освобождения Западной Армении. Был приговорен к пожизненному заключению. Скончался после длительной болезни 27 марта 1984 года. 5 мая 2019 года был перезахоронен в Ереванском пантеоне Ераблюш. Является духовным основателем армянской тайной армии освобождения Армении. Тот, кто был в Матанадаране и видел страницы рукописи, несомненно поражен красотой миниатюр. Неповторимость этим уникальным произведениям искусства придает красный цвет. Феномен Кармир Вортана заключается в том, что никогда не стареет и не теряет свою красоту. Ставший брендом Армении некогда Кармир сейчас, к сожалению, находится под угрозой исчезновения. Как известно, краситель получает из червей на размером 12 мм. В мире существует всего три вида этих насекомых – армянский, мексиканский и польский. Которые распространены в Западной и Восточной Европе. Занесенная в Красную книгу Армении Кармир Вортан, или, как многие называли ее, Араратская кошинель, это красное маленькое насекомое, которое размножается на территории Араратской долины. Для этого региона он считается эндемичным видом. Эти 12-мм черви еще с древних времен принесли большую известность тогда еще незнакомой Армении. Часто в далеких странах вместо Айотзашхар использовали выражение «Страна Вортан Кармир». Краска использовалась в миниатюре, фресках, капроткачестве. И сейчас на стенах армянских церквей можно увидеть следы Вортан Кармира, которые так и не потускнели. И в заключении новостей послушаем музыкальное произведение. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!